Конфискованная сброя, валюта, предметы мастатства, православные святыни. Усе то, что выкликало цикавость аматоров легкого обогащения и что могло быть на зауседы страшной державой. Продухеление незаконного вывоза объектов историко-культурной спадшины и увоза забороненных рейшов на территорию Беларуси – одна задача у працовников мытной службы. Во время разговора с человеком чувствуешь, как он относится к тебе. И если есть фальш, начинаешь искать, начинаешь копать дальше, как говорится. Потом всплывает все то, что было укрыто. Это монеты, это иконы, это тоже Библия была, Евангелие было, ювелирные украшения неоднократно были, посуда. За 15 годов деятельности музея тут приняли больше 7 тысяч наведовальников. Причем тут не только проводят экскурсии и святошные сустречки. Уникальный музей з'является выховавшим центром для молодей и местом сустречки ветеранов службы. У его стенах посвящаются профессию молодых супрацовников, проваджаются отставку ветеранов, сустракают коллег. На урочистые сустречки тех, кто стоял для вытоков створения музея, подкресливают. И он – гонор гомельских мытников. Мы воспитываем личный состав на примере наших передовиков. Важно то, что все молодые люди, учащиеся и студенты, приходя сюда, понимают значимость системы таможенных органов Республики Беларусь. Понимают, чем они занимаются. И с интересом в последующем обращают внимание, возможно, с мыслью, а не стать ли мне таможенником. Наталья Игнатьенко, Яуген Пабалавец, Максим Славин. Телера до компании «Гомель».